Я полагаю, что Евросоюз создавался на волне евроэйфории, когда оказалось, что объединив институты, валюту, решаются практически все проблемы. Но оказалось, что идеалы Евросоюза разделяются, может быть, политиками, но далеко не гражданами. И в этом плане оказалось, что Европа все же значительно более разная, чем полагалось. И Франция заметно отличается от Греции, от Португалии или от Кипра. И более того, есть целый ряд стран, опять-таки та же самая Греция, где люди не очень понимают, что кредиты надо по-настоящему отдавать, что их надо использовать на развитие, а не просто на улучшение семиминутного уровня жизни. И в этом плане проблема Евросоюза была заложена изначально, как ни странно, самой европейской идеей мультикультурализма. Когда если мы предусматриваем, что культуры разные, значит, есть разные и запросы у этого общества. И я думаю, что Евросоюз не развалится и он не распадется, но будут введены ограничения. И здесь самый главный вопрос. Если сделать сейчас хоть небольшой шаг назад, ну, например, убрать использование Евро из ряда стран Евросоюза, например, из той же Греции или, например, предположим, из Португалии, то получается, что это первый шаг к развалу. Поэтому сейчас будет сделано все, чтобы это поддерживать. Но надо напомнить еще одну вещь. Евросоюз пытались развалить или, по крайней мере, ограничить его Соединенные Штаты Америки. Потому что усиление евро, которое шло в течение последних нескольких лет, усиление поташеен к доллару, некоторый возврат инвестиций в Европу, оказалось, что США это невыгодно. Получается конкурирующая валюта. А США не может вести войну и с китайской валютой, и с европейской валютой, чтобы держать какую-то свою стабильность. Вот в этом плане самый главный вопрос здесь, как ни странно, не в Евросоюзе, а в России. У России было два пути. Пойти действительно на восток активно или пойти на запад. Если хотя бы на секунду представить, что Россия со своей нефтегазовой мощью пришла в Евросоюз и вступила в Евросоюз, и представить такую гипотетическую идею, что она даже, Россия, вводит постепенно евро, я полагаю, что евро, с одной стороны, усилился бы, а с другой, переподчинился бы России. Вот это был бы трюк посильнее дружбы с Китаем. Субтитры создавал DimaTorzok